вот такой лес в общем отрегулировал я раму да два дня вообще пивы не рвет вот такая доска выходит ровненько все классно отрегулировал шкивы да как я понял пилы рвало из-за неправильной установки шкивов вообще они вверх глядели до того а рельсы вниз смотрят а ролики по уровню но эти успокоители по уровню по пузырьку были так и каждый день до не каждый день но почти каждый день по 2 пилы нахожу с микротрещинами отдаю обратно может быть будут еще день рвать 2 да но причина именно в трещинах вчера я не не заснял до пилу в микротрещину я их проволокой перевязываю чтоб это чтоб пило точно знал я вчера показывал ему микротрещину я ее потом второй раз сам не мог найти там буквально полный метр пилотой офигел говорит как ты ее нашел но позавчера ему две пилы отдал с трещинами так что думаю уже уже все нормально будет ну я ушел с этой с рамы последние последние дни пилил так вот как этот как на нервозе короче думаю вот сейчас стрельнет сейчас стрельнет а это а лес мороженый был я как назло дамы вот сюда пачку леса поклали и забирали парели вот оттуда парели говорят тоже распилили их а я не стал сюда их класть чтоб лес не покатился я их сразу на раму положил бревна на 24 и тут начальники подошли не пили говорят на 24 куда я их дену уже а было время 11 и думал лес оттаял а что получилось то вот эти парели мороженые были да нормально вот этот пилу а этот мороженый был и в общем на этих двух бревнах у меня три пилы порвало три пилы может из-за трещин может из-за чего я не знаю ну как на зло короче и это ничего в общем идет обледенение да на ленту ничего не помогает прям такой слой и и дал и бьет ее тут 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 как вертолет короче килограмма работала и порвал я на этих бревнах ну и все и начальник не говорит а ну начальник правильно сказал ты давай крути все болтики поставил еще оказывается вот тут тут было развинчено болт развинчен я его затянул пила сразу ушла вовнутрь пришлось заново выставлять вот эти болты снял вот тут одну рессору чтоб дать пространство пиле ну и все вроде бы начальник начальник все подходит говорит ты мне пилы рвешь с кого высчитывать ну вот уже два дня пилю ничего не рвет а он мне говорит ты вместо того чтоб видео снимать ты бы лучше пилю а я не пилю быстро потому что волну я не хочу пусть лучше мало будет но зато будет доска пусть будет классная вот такая да лес у нас хорошая вот это пиловочник да не я бы не сказал что хорош а буду я работать час на кромка брюсном ветер да ветер ветер ты могуч обстановочку так надоел этот ветер вот на этой кромке будем пилить да тут тоже можно зарабатывать нормально так все они пилили сорок шестую доску полтинников вот много накопилось полтинники ну вот пацану вот там учили да на такой же кромке они зарабатывают по 1300 примерно да 1300 я думаю на ленточке я меньше зарабатывал вот у меня с пилами эти проблемы были да с пилами с рамой вчера только три пилы нормальные было две вообще волнили одна была с трещиной или две было с трещиной короче короче проблемки были небольшие пытовки теперь ходил от нос пилу сейчас пилу поменяли кромки одну дисковую думаю надо взять штатив снять пару кадров как мы там на кромке работаем где мой блогерский штатив классный штатив мне подарили подписчики григорий потом мы сделаем обзорчик наверное вот такое вот тут еще стучка блютуз какая-то стоит кнопка это магнитный он сам классно магнитный гнется как как змея ну ладно погнал я ухты откручивается я вот пока работал да там у меня каждый день новый нападник он тот только который сейчас работает на патрике он со мной два дня работал а так постоянно все меняются ну начальник говорит ты задолбал со своими видео давай работай ну не прямо говорит не снимай говорит лучше бы с пилю а пилок уже полно а пилок полно там машина пришла вот я у меня последнее видео было где я хотел где я хотел сделать то есть покупать тексты и делать из них видео на свой канал в общем никто меня не поддержал подписчик значит делать не буду значит делать не буду, но если буду, будешь на любом канале пускай вот этот канал остается лично по всем местам а у меня аудитория справа поэтому терять я ее не хочу прислушаюсь так, а деньги тысяча я еще оставил когда-нибудь я ее сам услугу куда-нибудь сделаю а сегодня кстати еще обещал а мне там ли они пишут подписчик типа лучше дочи тысячу эту поставь я что-нибудь купил сегодня пойдем и купим на эту тысячу да это в конце видео будет как с работы пойду зайдем в магазин она как раз приболела простыла в полу не пошла купим ей сруктиков ну и все-чем вкладка в очереди ну и все-чем а а Попилка. Поехала. Скоро наш бак поедет. Надо будет лезть в машину, выгружать. У нас, кстати, на кране начальник сам работает. Мастер тоже работает. Вот у начальники работяги у нас. Раску надо ставить. Тут лежала, на столе маленько распилили. Вон, 46-я была. А будем паутины кипелить. Вон, 47-я была. Весна. Сегодня 2 марта. Или 3 марта. В общем, пораньше я сегодня освободился. Вот солнце, оно всегда на зло светит. Хотел поснимать, как мы пилим. Солнце светит в эту сторону. Так, а что я пораньше? Дочу, в общем, в больницу забрали. Позвонила, говорит, папа меня в больницу забирает. Папуль, я сегодня в больницу ложусь. Ложися? Да, вот сейчас скорая больница. А я хотел тебе фруктов купить. Ладно, я сегодня куплю, тебе мама принесет. А ты сейчас где? На работе. Ты это, тогда маме это, передай, она мне завтра привезет. Ну ладно, ладно. Давай, папа. На работе. Я пораньше сегодня домой еду, там и фруктов куплю. Вот ветер сегодня, ветер. Ой, падла. Ну, время 4. Ну ничего, мы сегодня часа за часов... Часов за 5 рабочих. Заработали по 1000. Нормально. Только это. Только... Ветер. Короче, только адская работа. Да, у меня сейчас все мышцы болят. Это не то, что раму там толкать потихонечку. Там плахи килограмм по 50 на стол кидать. И потом почти в одного доску утаскивать. Ладно, все, идем на автобус, едем. Покупаем что-нибудь дочери. Сегодня, наверное, моя не успеет в больницу отречить. Не знаю. Ладно. Ладно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... это поселок две тысячи человек примерно в этом самый такой продвинутый магазин про поселок я отдельно сниму видео я зайдем магазин я не буду снимать уже дома на крылечке на улице покажите купил это все еще а уже завтра наверно моя отведет да вот у нас тут этот тысячи мелочей там надо зубную щетку купить пасту купить все сейчас позвоню и узнаю что купить может носочки там палочки не знаю так в больницу то лекарство не надо брать у нас вот тут аптека стоит вот она она аптека так сначала зайдем вот сюда и вообще сейчас я позвоню я делаю на паузу звоню веду узнаю черно давлять купил сок я вот апельсина конфеты варенка грушу окножисты это домой хурма зубная паста зубная щетка сок да вот это все я думаю токи все-то забыл а да еще надо было на баланс и положить на баланс я деньги и снять а тут рублей на 600 для дома еще деньги у меня положу на баланс ну если чё надо будет позвонить я куплю и все ну все иду домой я уже еще один целый день вот лишь бы все это смонтировать все да тут зачем снимал то а я уже чувствую меня уже вырубает просто навык устал сегодня где-то раз в неделю у меня бывает да такое прихожу с работы поел и брык сразу вообще ничего не делал не вывожу просто вот это дровишки привез такие дровнем гнилёстого рамы откуда ладно все всем пока